привет зритель и вот наконец-то я сподобилась сделать обзор пустых баночек еды которые у меня какие-то еще с прошлого года лежат просто у меня закончился но там заварочники еще есть внезапно чай сроком то он принципе вроде срок то у него еще раньше закончился рюкутя так коку модди нет гоку моси рюкутя печаль вселенская тут было 200 грамм вообще больше нема японский чай из японии ну как бы японский чай зипу я видела мне немножко есть еще чай хлебушкам гемантя чай хлебушка мою подружка называют как бы у меня все время был из японии гемантя одной знакомой привезены как сувенирчиком 30 грамм был охренянный чай потом мы с ней покупали в разных местах но это была китайская типа сентя с воздушным рисом вообще день и ночь и сейчас я везде вот видела продается только вот такая вот китайская сентя в кавычках ну скажем так китайский третий сортный колодец дракона он по форме напоминает сенчу и туда добавлен дутый воздушный рис ну вот такое вот ну как бы ну не то а вот этого как бы нету но я подозреваю что в россии наверное вот этого тоже нету какая-нибудь там китайская требуха я люблю китайский чай но когда китайский чай выдают под видом японского чая на самом деле это вообще какая-то третьесортная параша вообще нища поэтому я остался без такого чая если кто-то вдруг был в японии и хочет сделать приятное мне скиньте мне это пью дарах я будет рад понравилась ли вам доставка зон мне так радует почему-то в озон стала такая фишка предыдущий ролик как раз про обзор озона был я забираю заказ часа через четыре его только отмечают как будто я его забрала и где-то еще через час вот сейчас пришло уведомление дома понравилась мне для доставка когда я уже как бы сделала воздух на эту доставку короче мне очень нравился этот чай там еще чуть-чуть осталось молоком вообще этот чай вкусно я сегодня специально купила пол литровую ну там чуть меньше баночку коробочку молока нашего 3 2 процента жирности углического куда ты мечешь то вот жук-то навозник видимо я сейчас озон год мне прилетать что понравилась ли мне доставка я четыре заказа забирала должно два раза на расчет взякнуть ну и вот это как бы как бы вот чай закончился ножницы надо убрать потому что что-то она так это к этим ножницам не равнодушит так если у меня закончился когда-то фит мал от производителя фит парад сахар кокосовый килограмм хороший кокосовый сахар хотя вот я раньше в рецептах кричала в разных местах фит парад пакетик парада я так офигевал ему чё за хрень окажется этот фит парад можно купить в том же у нас магните там там какая-то три буха вот да вот третий раз бежикнула а еще фит парад внезапно производит фит мал ингредиенты для кухни здорового питания сахар кокосовый сахар кокосовый что-то он до хрена дорогой но как бы сахар кокосовый да хотя вот мне кажется кокосовая пальма сто пудово растут какой-нибудь там анапе ну короче на юге россии они точно растут из них вполне можно было бы делать кокосовый сахар из цветов этой кокосовой пальмы хороший кокосовый сахар я не помню почему покупал он что-то он прилично стоил если ты вдруг зритель хочешь попробовать и везде это слышал но никак не можешь понять что за хрень то вот вполне себе нормальная марка на вайберис или на озон можно найти масло кукурузное каждый день рафинированный дегитарированный 1 литр вообще у каждого дня масло нормальное я и оливковое покупала и подсолнечное и рафинированное и нерафинированное кошка чё ты творишь как бы ее отлично если эту бутылочку кинуть ай у меня какая-то фигня которая и это отвлеклась а то скомуниди там чего-нибудь короче я поняла просто что для меня вот кукурузное масло вообще ну не мое это масло вот масло рисовых отрубей такая параша лично для меня кукурузное масло конечно не надо не настолько параша но я я его не поняла вот в тесто можно нормально наливать салат им заправлять жарить на нем тоже как-то попробовал спасибо не надо хорошо что у каждого дня эти все три бухи стоят слегка дешевле чем у какой-нибудь другой там фермы да и можно чуть подешевле попробовать то что не надо чтобы понять надо но или не надо алиса смотри бутылочка побегать за бутылочкой алиса испугалась бутылочки почему-то короче вполне нормальное масло но мне чисто не понравился релишь мир вкуса и аромата без глутам глутамата и у среднего вкуса без гмо качественный продукт тут был килограмм сушеного картофельного пюре составе картошка и соль у меня еще такой же есть один покупала специально для деревни а другой у меня был здесь нормальная такая картошка если с водичкой горячей залить потом немножко добавить молочка или сливочек или сливочного масла или всего вместе обалденная пюрешка выходит даже вот картофельный суп я делала такой суп пюре в этот купе рецепт скидывала что-то я его за 300 чем-то покупала но в пределах 400 рублей за килограмм я считаю что нормальная такая цена можно купить на вайдберрис можно купить на озон это если вас вдруг вот допустим бывает момент что картошка закончилась можно конечно купить но если вы впахиваете на огороде либо в саду вот я прошлом году в этом году специально из принципа не покупала картошку если мне хотелось картошки я вот тело вот это пюре но в деревне бывает что не всегда есть картошка свежая или там допустим просто как-то побыстрее это надо замутить или даже в городе хочется побыстрее замутить или бывает придешь домой весь такой уставший еды нету или проснешься тебе хреново сил нет ничего приготовить но можно согреть чайник замутить вот этой хрени даже если есть просто сливочное масло но нет молока и сливок или есть сухое молоко смешать вот с этим и добавить воды но сухим молоком она как-то послаще становится а вот можно просто водой залить сливочного масла добавить отличная пюрешка главное не доводить до такого состояния у меня иногда бывает я воду перелью и и она как хочется сказать какая трясня ну такое жидкое очень сильно но мне понравилось молоко вот у них рилишевская не знаю есть у меня этот пакетик тут или нет если есть то о нем снова поговорю а если нет то сейчас просто скажу оно такое сладковатое вот как молоко сухое чтобы из него молоко сделать оно ни то ни сё а если в кашу с кашей смешивать такую особенно если овсянку измельчить до муки соединить с водой вот вкусно тогда в эту овсянку не надо кидать сахар потому что на самом себе сладкая а вот картошечка мне понравилось я все слышала и читала в основном читала во всяких там рецептах по большей части в инстаграм в Princewall краешьёк тапин амбура Agora parsok топин амбур кону yüzden я обморчаю порошок топин амбура я была уверена что порошок топин амбура должен быть сладкий потому что сироп топин амбура выйдь сладкий берешь порошок табин амбура забливаешь водой варишь его им в первую бросил буртером думала лёля обламинго порошок топин ам-думаю мало того что не сладкий сироп из него не получается таким путем но вы ramp I don't ever the и D or via the misettes я в конфетку последний разuar эти морковные of the гакнула. У меня часть в морозилке лежит, потому что много вышло. Часть у меня лежит в холодильнике. Вроде они ещё живы. В смысле не склеили ласты. Едим с пользой. Тапинамбура порошок. Вообще мне очень нравится фирма Едим с пользой. Ну и по типу неё я что-то уже брала. У этой Едим с пользой то ли сухое молоко, то ли ещё какую-то хренатень. Хороший порошок топинамбура. Но я им не прониклась так же, как кукурузным маслом. Мы с ним друг друга не поняли. Я потом маленькую баночку себе захожу, этого сиропа топинамбура. Когда-то давно в моём детстве, когда у бабушки с дедушкой были кролики и курицы. И мы держали летом телёночка, может ещё кого-то держали. У нас в саду вроде как даже в огороде рос этот топинамбура. Мы его вроде как даже ели. Не знаю, почему мы перестали потом сажать. Я не помню его совершенно по вкусу. Ну и ели вроде как, живы остались. Ещё ими животные говорят кури. Наверное, бабушка с дедушкой животных тоже кормили. Короче, я добавляла его в разные там супы, в тесто, ещё куда-то. Но вот что-то я им как-то вообще не прониклась. Ну, ни то, ни сё. Но если ты зритель ищешь порошок топинамбура, тебе позарез надо. Хорошая фирма встречается на Вайтберисе и на Азову. На Вайтберисе ещё часто встречаются при личной скидке. Мат, чай, японская, коктейльная, чайный порошок 50 грамм, японский измельчённый чай, мотча. Вот мотча конкретная, да. Страна происхождения Япония. Сделан он 1 января 2021 года, до 1 января 2024 года, срок годности, 36 месяцев живёт. И у меня есть отдельный ролик этих мотей, который я купила, кажется, только на Вайтберис, что ли, может быть, ещё и на Зону. На Вайтберис, по-моему, до хрена всяких купила специально. Вообще день и ночь с японской моттёй, которую мне приятель присылал. Я уже молчу про эту ипадовскую моттю. Там вообще даже можно не сравнивать. В общем, чё тут? Блин, меня кошка царапнула. Я по ноге провела, палец в крови, кровь осталась следом вот здесь. Хрень полная. С молоком она нормальна. С молоком ты её можешь выпить и если у тебя проблемы пищеварения, то ты в пределах от 15 до получаса побежишь в скором времени к белому другу. Садиться и думать. Если у тебя нет проблем с пищеварением, я не знаю, как она на тебя подействует. Вот реально мотча коктейльная. Чисто с молочком зелёный чай попить. Я всё хочу взять какой-нибудь зелёный чай, измельчить его в турке, посмотреть, получится мотча или нет. Гнище вообще. Не советую нахрен. Причём эту хрень, если я покупала по скидке, не помню по чём, то её же без скидки продают за приличные деньги, выдают по фоткам, по цвету, как и подовскую мотчу. И на самом деле это вообще день и ночь. Ну, обманывают покупателей. Только так. Ещё пакетик. Кокосовая стружка. Идеальное растительное молоко. На кокосовой стружке 300 грамм. Вот хорошая кокосовая стружка. Покупала по скидке 135, кажется, рублей на Вайтберрис. Она у меня закончилась. Правда, срок годности у неё прошёл в августе, но вот я заметила это только недавно, в октябре. В конце октября делала конфеты с ней. Сгущёнка, допустим, и кокосовая стружка. Или ещё какие-то конфеты делала с кокосовой стружкой. Уж не помню, что это морковные конфеты с кокосовой стружкой. Очень хорошая кокосовая стружка. Я раньше покупала каждодневную кокосовую стружку в Ашане. Там 40, что ли, грамм, 22, что ли, рубля. Не знаю, сколько сейчас стоит. Потому что давно уже не покупала и давно там не была. И у этого раздела тоже давно не была. Если бывает, то по-быстрому в определённые места так, чтобы не ходить. Потому что, как ты знаешь зрителя, или если не знаешь, то сейчас узнаешь. Я сначала купила холодильник. Потом я купила какую-то хрень для кухни. Потом я купила эту соковыжималку. Но в сравнении с холодильником это вообще мелочи. Там 200 с лишним тысячи. Потом я заказала окно за 22 тысячи с хвостиком. Мне, кстати, поставили сеточку. Вроде я это даже снимала на видео. Потом я купила себе блендер за 7,5 тысяч. Вроде я ещё какую-то хрень себе покупала. Ну, короче, как-то я была очень сильно ограничена в финансах. Поэтому я приходила в Ашан только за какими-то определёнными товарами. И туда, куда я раньше заходила, я не подходила. Я могла ведь в Ашане и на полтора часа зависнуть, пока всё обойду, что мне надо, на всё повтыкаю, помедитирую, как подружка говорит, со мной сходить в магазин. Я так зависну у какой-нибудь полки. Ушла в австрал. Короче, мудрость народная. У мудрости народной я что-то уже покупала мудрость народную. Я чаще встречала на Вайтберрис. Очень хорошая стружка. Мягонькая такая. Стружка кокосовая. С хорошим запахом. Вот я муку как-то купила на Вайтберрис по скидке. Что-то мне присписывало эту кокосовую муку купить. Два, что ли, пакета по 500 грамм. Два по цене одного было. Эта акция в итоге у меня так и вышла. Я надеюсь, что не три по цене одного, потому что я могла хапнуть и просто. И вот у неё срок годности ещё как бы год. Но она уже вот про горку... Ну, не то, что про горку. А бывает такое кокосовое масло, когда оно долго-долго лежит или его очень много положили, и ты чувствуешь это кокосовое масло. Причём не само... Не чисто вот кокос, а какой-то такой... Для меня это чисто какой-то немножко... Вкус. Я раньше думала, что это вкус пальмового масла. Видимо, плохое кокосовое масло, старое кокосовое масло, или типа того, дохлый такой кокос. У меня вот на балконе есть дохлый кокос. Ну, как бы я купила когда-то кокос. Смотрите, такой хороший кокос. Ну, а потом кто-нибудь ко мне придёт, мы молотком раздолбаем. Молоток, значит, ну, какой-то не тот. Думаю, топориком или ещё чем-нибудь раздолбаем. Ко мне ещё такая подружка приходила, часто пожрать, на картах погадать. Ну, я ей гадала, она ещё кормила, она сваливала. Ой, я тебе ведь помогла, я у тебя тут сожрала всю еду, я тебе помогла, да? Ну, да. Благо, она больше не приходит, спасибо ей. Ну, короче, я думала, она придёт, я её запрягу, эту хрень раздолбать. Иногда от неё была польза, она мне цветы разбирала. Я так соберу всё вместе, как-то насушу. Блин, надо же разбирать. Она, ну, иди разбирай, я тебе помогу, а ты мне за это погадаешь. Я говорю, ладно. Я думаю, она мне раздолбает кокос. Ну, что-то она мне этот кокос не раздолбала, она его испугалась. И кокоса уже два года с лишним, и он уже вот так облысел, такой, знаете, такая голова негритёночка или маленькой обезьяночки. Мне нравятся и негритятки, и обезьянки. Моей мамам тоже нравились негритятки. Не знаю насчёт обезьянок. Ну, и, в общем, такая вот голова кокосика, облысевшая уже, и она вот пахнет уже этим таким прогорклым кокосиком, и вот эта мука по вкусу таким же, такого же вкуса примерно отдаёт местами, как это этот кокосик. А вот это всё нормально, несмотря на то, что она уже слегка просроченная была. Хорошая стружка, мяконькая, свеженькая, ароматненькая. А вот мука, потом я её, когда она, вот, пустая уже, или я её достану как-нибудь у меня, потому что ещё ведь огромный пакет пустых баночек, я, может, её достану. Мне же изначально надо было это съесть или выкинуть. Показываю не только пустую баночку еды, но ещё и не пустую баночку. В общем, с мукой как-то не прониклась. Так, вот что у меня тут, если окажется. Хлебный спас. Вкусная идея для вас. Овсяное печенье, злаковое сорти. Без пальмового масла. Классное, вкусное печенье. Магнитик как-то покупала по скидке. И так получилось, что с одной мадам я 10 лет не общалась по её инициативе. Меня люди из нашего общего окружения, особенно те, которые у меня очень часто на механке тусили на моих чайных вечеринках, не здоровались, причём так показательно переходили на другую сторону улицы. Переходили на другую сторону дороги. И так это явно так это. Обходили меня, чтобы я поняла, что они не хотят со мной здороваться. Я же слепая, мне вообще как-то пофиг. Не хочешь со мной здороваться? Иди мимо, ё-моё. Я же не увижу. Это как один мой папаша. В смысле у меня как бы, ну да, ладно, как мой папаша. Едет как-то со мной в автобусе, я же слепая курица. Я его видела последний раз на тот момент, лет 7 назад. Я его, конечно, не узнала. Я его узнала только с того, как он морду лица отвернул. Чудные люди. Короче, в общем, заходит человек в одно место, где сижу я. И меня из этого места вежливо, невежливо так выпёрывают, потому что боятся, что будет скандал. А я же не скандальная, мне лениво. Я до последнего тяну, лишь бы не сраться, потому что это очень долго и лениво. Чёртова кошка-коза порвала мне два пакета с перерабатываемым мусором, куда я собиралась эти пакеты сейчас укидать попутно. Ну, в общем, заходит второй раз этот человек в другое место. Все те же люди, я, кое-кто, и она. И так как-то, ну, ей неудобно, что она снова припёрлась. А я сижу так, что меня не выперешь. И я думаю, а что я без обид... Мне как бы пофиг вообще это на неё. Не холодно, не жарко. Я говорю, человек, хочешь вкусного печенья с квасом, чаем, уж не помню, что там было. И человек ест. И вот так, благодаря этой печеньке наше игнорирование превратилось внезапно в общение печенья, которое вас помирит. Вкусное печенье с хорошим составом. Так что, это как бы советую, если вдруг магнит его увидите, по скидке или нет. Я тут пока весь этот перерабатываем и мусор собрала. Иначе дальше что-то у меня закончился. Чай с любовью из Китая. По-моему, я его покупала в этом на Озоне, может, на Вайтберрис, хрен его знаю. Слинг Лонг, Сердце Дракона, набор 2 пуса, тут Куэрбул и прессованный зелёный чай, который позиционировался, по-моему, как золотое Сердце Дракона и изумрудное Сердце Дракона. Оно вообще как бы просто прессованный китайский чай, не знаю, может, так в лунном позиционировался, может, нет. Тут такие фигнюшки, интересная вообще такая коробочка, красивенькая. Так-то можно бы оставить, но с другой стороны, нахрен мне эта коробочка, у меня и так дохрена всяких коробочек. К тому же, оно не особо так форму держит. Да, это на Озон, тут наклейка от Озона. Но оно давно уже вне наличия, и потом оно уже было ещё чуть-чуть, и вообще у него был срок... Оно было от ноября 18-го года, 19, 20, 21. До ноября этого года оно бы дожило, но вот не дожило. Ушло раньше от нас. Короче, ещё чуть-чуть, и была бы прозрёчка. Хороший чай. Вот как пуэр хороший, зелёный чай тоже, ну, в принципе, если сильно такой горячим кипетом, то что с кипевшим кипетком осызалить, то оно распадается, это сердечко, а если 95 градусов, хрен тебе. Вот прикольная штука. Не знаю, может, её под конфеты можно использовать. Ну, типа, мармелад сюда залить. У меня, конечно, есть что-то такое силиконовое. Не, я думаю, это лучше, наверное, выкинуть. Или по АСМР-ке. Я её пока отложу, я сегодня постараюсь оба ролика смонтировать. Ты, зритель, дай мне знать, в комменты, да-да, такие АСМР-ные звуки, лёля по АСМР-ке. Так, что у меня тут? Миксен, сырой кэшью. На озоне купленный полкило, хороший кэшью. Я раньше не любила кэшью, я его боялась. А тут однажды зашла к кореянке, увидела кэшью и решила 100 грамм на пробу взять. И он такой сладкий, я его с чаем пью. Я сейчас пью, кроме двух дней, потому что такая вся простуженная, видимо, организм хочет кэшью, а кэшью хочет, чтобы организм его хотел. А так я пью, с чаем, ну, в первый приём пищи стараюсь принимать, есть. Там поел, дай, потом с чаем пьёшь. Один или два бразильских ореха и 12 орешков кэшью. Не более 12 орешков кэшью. Ну, вот у меня немножко ещё осталось, я ещё вот на Вайтбересе сегодня заказала, там по 351 рубль за полкило, хотя у нас в Фортуне, мне сказали, на развес продаётся по 720 рублей за килограмм, но на Вайтбересе дешевле. Я специально глянуть хотела, думаю, есть там на Вайтбересе, на Озон дешевле, чтобы вот так вот даже два по полкило купить, будет дешевле, чем килограмм. И есть внезапно. Я закачиваю. От Мексэма я как-то покупала виноградный сахар, и вот виноградный сахар Мексэма это реально такой хороший, качественный виноградный сахар, правда он сволочь дорогой. Сейчас он стоит 300 с чем-то вот по этим акциям идёт. На Озон, но я кроме Озона его больше нигде не встречала. Другой просто виноградный сахар от двух разных фирм покупала ещё. Вообще как день и ночь с Мексэмом. А между собой они похожи, и такое ощущение, будто туда какого-то этого добавили. Допустим, крахмала. Так, Амексэмовский виноградный сахар больше трёх чайных ложек не сожжёшь, уже чувствуешь глюкозу. Такой бередос конкретный. Не знаю, может разорюсь и закажу пока. У меня этот Озон статус ещё действует до завтрашнего дня включительно. Хотя и так до хрена всякого такого назакупалась. Большая чашка цихорий, растворимый, порошкообразный. Классический. Всего 75 грамм. Ну ничего такой цихорий нормальный. Вот, кстати, мне что-то... У меня давно закончился цихорий, и, надеюсь, там у меня будет эта коробочка, старая мельница этот, ячмень. А ты там спрыгнула, да, и вниз пошла. Короче, что-то я давно ни то, ни другое не покупала. У меня закончилось. Думаю, блин, купить что ли? Думаю, Лёля, у тебя есть кроп-сильные обжарки. Две пачки вскрытые. Одна давно вскрытая, другая не совсем давно. И надо обе их допить. Давай мы сначала с тобой допьём короб сильной обжарки, а потом уже купим цихорий. И вот я как-то пью короб сильной обжарки. Так, это что у меня? Манго сушёная, стопроцентная, натуральная. Сколько тут было-то хоть? На озон купленное. 500 грамм. Кинг. Ой, тут ещё, ой, бумажечка. Меня угостили конфеткой к чаю, но я так больше нигде её не видела. Бабушка одна. Она что-то... Я пришла в гости к одной бабушке, ну, к родственникам, а там была другая бабушка. И что-то ей нужна... Была какая-то проблема, я ей подсказала с телефоном, что ли, хз. И она вот на радостях мне отдала конфетки, которыми её угостили. Как выяснилось. Ну вот, я сохранила бумажечку, потому что мне очень понравились. К чаю конфеты. Но я нигде больше не видела вообще. Зрители, если ты знаешь, в каких магазинах их продают, дай знать в комменты, потому что, ну, обалденные конфеты. С подобной начинкой, как мне нравится, я их убираю сюда, потому что у меня есть животное, которое может уныкать, а так хоть понадёжнее будет. А с сушёным мангом я познакомила одна подписчица. По-моему, та, которая мне подарила чашку с кошечкой, когда у меня ещё был кишка, и спортивный костюм. Я помню тогда сначала полпачки схомячила, а потом уже так по чуть-чуть лопала. Я уже два раза покупала себе сушёное манго. Вот, сушёное манго. Второй пакетик там ещё есть, ну, в смысле был, может быть, я, конечно, его выкинула, там просто был пакетик такой. И сушёное манго. Я вроде его покупала, наверное, тоже на Вайдберрис покупала. Это сазона, а то на Вайдберрис. Почём не помню. Тропические фрукты из Вьетнама. Кинг. По-моему, вот именно кинг мне тогда и дарили. И я, зная уже, что кинг – это вкусно, я заказала такой же кинг. Хочется сказать спасибо тебе, зритель, за то, что ты меня познакомил с таким вот. Я теперь трачусь на него. Кстати, пакетик. Блин, он же там липкий. Зачем я его открываю? Так, это ушло коробочка. Нет, пакетик. Ярти. Лапсанг. Сушонг. Помнится, я ездила в Ярик года, что ли, два назад. Так как у нас сейчас корова вируса, как говорит наш дед из деревни, то это... Я в Ярик уже не ездила. В этом году не ездила, в прошлом году не ездила. Значит, я была в девятнадцатом году в Ярике. Зашла в Ярти. До этого был там другой магазин. Ну, и что-то такое купила. Я помню, что-то я хотела, но мне не продали. Ну, в общем, обзор там, по-моему, есть отдельный на канале. Может быть, в плейлисте «Чай о чай», а также «Травы и цветы». Может быть, еще в чем-нибудь. Кошка шуршит каким-то пакетом. А балкон открыт. Я пойду гляну, а то она мне тут капусту изуродовала. И снова я тут. Короче говоря, есть там отдельный обзор. Просто, может, оно называется в названии там Ярти есть. Забей в поиск на канале. Вы выйдете, если тебе интересно. Я уж сильно бадхертить на тему того, как люди не бельмеса в чая, который продают, не буду. Ну, как бы нормальный лапсанг-сушунг. Два-четыре месяца дата изготовления. А изготовлено оно у нас дата производства 10.07.19. Ну, у меня он где-то так, примерно он в пределах срока годности и закончился. Хотя, в принципе, знаете, у меня есть какой-то чай, который долго лежал и все еще жив. В смысле, все еще в нормальном состоянии. Про кипреи у меня шли баталии в каментах, в инстаграм. Интересно, гляньте. Я потом еще троллила несколько раз этими кипреями. Просто уже людей. У меня был 7-летний кипрей, 6-летний кипрей, 4-летний кипрей, 5-летний кипрей. Ничего, нормально. У меня есть какой-то 10-летний зеленый чай от Green Mamy. Хотя нет, не 10-летний. Меньше ему лет. Ему лет 7. Ну, я не знаю, вот год назад заварил, он вроде еще ничего был. Сейчас вот, не знаю, надо достать там остатки было роскоши и заварить. Ух ты, блин, получайте призы, 20 базов. Гарантированный приз квартира. Подробности на упаковке. Только сейчас увидела. Где эти баллы вообще? Вот я знаю, что были какие-то прозы, баллы от Озон, но тут уже это, что-то не то. Тут не от Озон, тут что-то другое. Керамическая кружка. Как хотеть керамическую кружку? Смотри, зритель, какого она цвета. Была бы две кружки. Теплый плед. Настольная игра нахрен не нужна. Подарочные сертификаты. В общем, что тут у нас? Принцесса Нуре высокогорный гранулированный черный чай. Гранулированный черный чай, это такая параша. У меня, видимо, там есть какой-то гранулированный черный чай, видимо, вот этот как раз. У меня как-то было так фигово, я очередной ласт-ласт склеивала, ко мне пришла моя близкая родственница, и у тебя чай-то вообще есть черный. Ну, чтобы мне сделать крепкий черный чай, сварить яйцо куриное, намазать черного хлеба сливочным маслом, возможно, еще что-то сделать, чтобы я это полулежа захомячила. И снова стала человеком живым из склеющего ласта. Я говорю, есть черный чай. Что-то у тебя какое-то странное. Я забыла, что у меня единственный черный чай был на тот момент, как раз вот эта требуха. Пакетик. Такой, наполовину срезанный. Орометрен. Для тех, кто не в курсе, Орометрен производит Гринфилд, и Нурии, и прочую такую. Хотя вот эту хрень-то можно отправить на сжигаемый, как-то. Как-нибудь я до туда пешкодралом доберусь. У меня, это уже холодно. У меня закончился чай. Рейфилд. 100 грамм. Ристовой чай я сам. Чистый, индийский. 100 грамм крепкий. Не помню. Вроде нормальный чай. Желтый у него такой пакетик. Можно им покрушать. Эту коробочку можно сжечь. Хороший такой чай, по-моему. Ну, явно лучше, чем вот эта вот требуха. И тут даже значок вот этого самого индийского чая, который действительно в Индии запакован. Хотя, знаете, бывает иногда запаковано в Индии такое, по качеству. Вот это очень хорошее какао, которое делает наша Ярославская область. Это вы вдруг не в курсе и ищете какао-порошок. Его можно купить, по-моему, вот именно в такой упаковочке. Я видела, последний раз покупала в Ашане, а еще покупала как-то на зон. Что-то до хрена бюджетно. Меня вообще с ним познакомила моя подружка, как-то я сидела у нее в гостях, она достает какао, показывает, мне говорит, как думаешь, кто делает? Я говорю, не знаю, может Москва там какой-нибудь, Запад хрен знает. Кто? Она говорит, глянь на оборотку. А это Ростовский район, Ярославская область, Горь, Здравствуйте. В общем, ростовский какао-порошок, очень хороший какао-порошок. Кошка, не грызи пакет, ты и так уже два сгрызла. Вот эти два, а сколько до этого еще сгрызла? Рука тянется. Авокадо-масло 100%, 500 миллилитров. У меня совсем чуть-чуть еще есть масленочки такой, которая вот так, и тут походу дело еще какая-то капля. Можно выжать и лапы помазать. Импортер Казань. Авокадо-масло рафинированное. 18 месяцев живет. Кто, блин, тебя делает-то? В общем, оно бы дожило до 2 сентября 2022 года. Но не дожило, закончилось. Испания. Испания. Хороший такой масло авокадо. Что-то около 600 рублей я его покупала на Вайбрис. Вот как-нибудь еще себе куплю. Разорюсь как-нибудь и куплю. Вообще на него тогда, ну, не именно на него, вообще на масло авокадо очень долго смотрела. Вот есть мистер Вика подсолнечное с авокадо. Первый раз было хорошее, а второй раз такое ощущение, будто бодяженное какое-то. И я в итоге стала думать, ну, нам просто купить масло авокадо. Вот я купила масло авокадо, очень экономичное, хорошие, салаты с ним вкусно, жарить на нем вкусно, в тесто хорошо, вообще кайфовое такое. Разорюсь как-нибудь, куплю. Подарю себе на Новый год такую масло. Это что такое? Какао-бобы сорт Форестера. У меня они вообще еще живы, как бы, там на кухне. Я хочу их чуть-чуть обжарить от какао-бобы, отшелушить и потом фигак в Беломикс и прокрутить в пасту. У меня тогда было, я тестово делала, но у меня было совсем чуть-чуть какао-бобов, что-то около 70 грамм, а тут целых 250, соответственно, их как бы больше. Срок годности 2 года. 20 августа этого года сделаны. Смотрите, как сайт конфеты терапища богов РФ. Пища богов изготовитель. Хорошие какао-бобы по виду. У меня до этого другие еще были. Может быть, тут пустая баночка с ними есть, а может, пустая баночка в другом пакете. Можно сжечь эту коробочку теперь. отправить ее на сожжение. Да, вспомнишь, черта, он появится. Какао-бобы, белый гуси, грин хэппи, укреплят здение, источник белка и клетчатки, восстанавливает иммунитет, источник независимых кислот. 250 грамм. У меня два таких пакетика было, вот, я не знаю, второй тоже тут, или, может, я его и не положила. 15 октября оно было сделано 19-го года, и до 15 октября этого года оно бы жило. По-моему, оно как раз успело дожить. Это вот как раз тут совсем чуть-чуть оставалось. Где? Это на Озон, кстати, покупала. Наклеечка Озонова. А это где? Это, наверное, на Вайтбрис. Да, скорее всего, на Вайтбрис. Потому что что-то тут как бы есть наклеечка, но где, непонятно. Золотая медаль за высокое качество продукции Международный фестиваль чая и кофе в Санкт-Петербурге. Вот на этой штуке. Гигири. Не особо я как-то Питер, но сгоняла бы как-нибудь на фестиваль чая и кофе в Петербург. Кокосовая стружка. Рыжский аппетит. Не помню, где покупала. Тут 10 грамм. 17 марта 2020 года она создана. В общем, она как бы просроченная была, но я делала какие-то конфеты, и она вполне нормальная была. Ну, как бы, ей не холодно, не жалко было. Она у меня не открытая, просто лежала на балконе. Я достала, смотрю, ну фига себе, кокосовая стружка есть. Целых 10 грамм надо ее заюзать. Только потом увидела, что она уже ласта склеила. Нормальная кокосовая стружка. Чего это у меня тут такое? Мастерслим. Молоко сухое, жирности до от 0,5% полутора процентов жирности. Диетический продукт. Хорошее, сухое молоко. Покупала на зону, что-то там два, по цене одного было, за 450 рублей. Вот полностью, но у меня еще были баллы, но у меня за 200 рублей, по-моему, вошлось вообще. 25 апреля этого года сделано 90 грамм, 900, пардон, грамм. 12 месяцев жует. Жует, сказала Лёля. Живет, живет. В общем, вот оно, закончилось, их было два пакета, очень хорошие. А второй просто я разрезала, и, наверное, его тут нет, мне надо было как-то достать удобнее. Если у вас есть какой-нибудь блендер на 450 ватт, типа Китфордовский, который я как-то обозревала, который мне достался с розыгрыша, Китфорд среди тех, кто покупал и обозревал технику Китфорд, то вот в таком блендере Китфорд хорошо делать сухое молоко. Сухое молоко, воды бжик, и все. Вот брауновский блендер, помощнее он на 800 ватт, в нем не получается сделать сухое молоко. Венчиком немножко геморно, все равно что-то остается, ну, который вот этот икеевский венчик, или просто такой венчик. А этот, а в белом миксе не пробовала делать сухое молоко. Потому что мне удобнее делать в этом, я где-то так пару столовых ложек с горкой зафигачиваю на 600 мл жидкости, бжик на второй скорости, и все. Хотя по инструкции 10 грамм на 500 мл, по-моему, надо, и на первой скорости 20 секунд. Ну, а как-то по-другому делаю. У меня не получается, там не знаю, что у них там за молоко такое, что 10 грамм, вот надо, там вообще не пойми, что будет. Даже на жирном молоке пишут, что несколько больше, там на литр, пол-литр или на стакан. И это самое, у меня еще как бы, не то, что столовая ложка, деревянная ложка такая, она, наверное, как столовая, только деревянная, и вот она с горкой. Вот две деревянных ложки с горкой. На два стакана жидкости. Любого сухого молока, хоть обезжиренного, хоть не обезжиренного. Но это хорошее молоко, его можно пить, вот просто вот вжик, и будто покупное молоко. Иногда вот покупаете молоко, а на нем написано, что там из восстановленного молока еще какого-то, и постерилизованного молока. Иногда пишут, чисто из постерилизованного молока. Или пишут, что из постерилизованного молока, но по вкусу чувствуешь, что там восстановленное молоко. Восстановленное молоко, это как раз сухое молоко и вода. да, и вот вообще нормальное питьевое молоко это получается. Так, у меня какой-то хлебца, я даже не знала, что у меня такие хлебцы есть, я уже забыла про это. Вкус мая, хрустящие, овсяно-ржаные, спортивные. Там ещё что-то. Судя по тому, что они у меня не вызывают по виду никаких негативных эмоций, я думаю, это нормальные хлебцы были, тут 100 грамм. Хорошие хлебцы. Ну, для фанатов хлебцев, я одно время покупала хлебцы вместо хлеба, потому что хлеб у меня ласта склеивал быстрее, чем возможно. А хлебцы типа как бы лежат, жрать не просят, хуй сколько времени лежат. И удобно. А с другой стороны, потом что-то я как-то их с чаем лопала, а потом как-то я на них забила, ну и покупала уже крайне редко, чисто так вот. Типа идешь, о, что бы всё такое купить? О, хлебцы, раз купить. Ну, как бы, такая, для меня хлебцы, это такая штука, без которой вполне можно прожить. Что здесь такое? Кусочек рваненький. Удивлять и удивлять. Ух-тышки! Ух-тышки, да, кукурузные палочки. Почему только такой кусочек? Может, тут этот кто-то приложился, такой кошачий. Короче, вот. Хорошие кукурузные палочки, но от них осталось только вот это. Ух-тышки! Где я покупала, вообще не представляю. Чуйность такая тут. Сушёная манго натуральная. У меня такое ощущение, будто я уже, это, как бы, три раза покупала сушёная манго натуральная. Сушёная манго натуральная. Сто процентов. Урожай двадцать первого года, этого года. Пятьсот грамм. Дата двадцать пятая марта двадцать первого года. Медиан тай. Манго сушёная. Дары природы. Без ГМО. Без понятия, где покупала. Ну, обычно же я покупаю на Озон или на Вайтберрид. В общем, где-то из них. Хорошие манго. Суши, дорогой. Покупай хорошие манго. Вкусные манго. Хорошие манго. Чем жрать самое то? Особенно, если ты тайпишь там, или клинишь, или монтаж делаешь. Чё это? Почему она сюда положилась? Карта Ашанс. Покупка ещё выгоднее. Сначала у меня была Ашановская карта виртуальная. И она была рабочая. А потом мне её пару раз не пропечатывали, ссылаясь на разные непонятные проблемы. А потом мне всё-таки предложили как-то... Я уже отказалась от этой карты. У меня там было одиннадцать каких-то баллов. Я их перевела на какой-то благотворительный фонд этих баллов. Думаю, ну, раз я их не могу списать, то пусть хоть кому-то пригодятся. А потом я пришла в Ашан, мне говорят, не хотите купить карту? Вообще её как бы от той суммы отдавали бесплатно, но мне почему-то её втюхали за двадцать пять рублей. Ну, думаю, ладно, я не обедняю. И теперь у меня есть карта Ашановская. А бумажка почему-то оказалась здесь. Ну, пойдёт на перерабатываемый мусор, хрен ли. Всё равно это какая-то очень интересная, как бы культурно-то сказать, обманка, потому что у меня там были в чеке те, которые давали мне этот кэшбэк, но почему-то этот кэшбэк мне не отпечатался. Видимо, как хотят, так и обманивают. У нас, вот, я тебя вот. Адяшева, а охотские колбаски, которые я как-то обозревала, и мне писали, что вот, ну, типа их не надо, или кто-то писал, что подобные есть. Фу, каждый мне вот завтра в Ашан поеду, если всё нормально будет. А то у меня сегодня весь день как-то... Ну, есть такие люди, у которых семь пятниц на неделю, и эти семь пятниц на неделю иногда отражаются на мне. И вот у меня сегодня было двадцать, ну, скажем так, четырнадцать пятниц на неделю, потому что дважды эти семь пятниц менялись. Если получится завтра до Ашана, то гляну там... Верония какая-то писала в каментах, что в Ашане продаётся, она покупает эти каждодневные охотственские колбаски. Вот гляну там охотственские колбаски. А вот эти очень вкусные колбаски нам с кошкой понравились. Так, Сэм. Что у меня тут? О, вот как раз этот самый Миксэм. Вообще, пиздать, с прошлого года тут какие-то вещи лежат. А может быть, из просто прошлого. Килограмм. Декстроза, виноградный сахар, сто процентов натуральный. Озон. Вот. Декстроза, виноградный сахар. Килограмм. Пятание прошлого года, потому что подать не может быть это позапрошлого. 5 мая 2020 года упаковано и до 5 мая 2022 года живёт. Два года срок годности. Применяется в производстве диетического питания, в производстве кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, в производстве безалкогольных напитков, в производстве молочных продуктов и мороженого. Вот. Делается в Твери. Миксэмовский виноградный сахар, декстроза очень хороший по качеству. Правда, сволочь, дорогой. Так, если оставила, чтобы сказать, зритель такой вкусный пламбер. Пламбер ванильный рамос, рыбинское мороженое, в лафельном стаканчике с ёжиком. Чё-то по 25 рублей у нас в одном магазине местном продавался. Вообще дешевле, чем что-то иное. 70 грамм тут. Хороший такой пламберчик. Даже подумала, если можешь сходить завтра зайти, купить пламберчик. Хороший чай покупала на Байтбрис себе и подружке. Себе на этот, на Новый год дарила. Чёрный чай. Непальский чай. Кумари. 100 грамм. На озон тоже, кстати, видела этот кумари. Тут где-нибудь есть. Непальский чай называется высокогорным, ведь он выращивается. На горных плантациях и на высоте более 3000 метров. Естественно, на таких высотах использование техники для сбора и обработки чая невозможно, но потому что каждый стаб создания чая исходит вручную, собирается, перерабатывается и ферментируется. Также непальский чай – это исключительно органический чай, ведь чайные кусты не обрабатываются пестицидами и не удобряются. Такое ощущение, будто где-то есть чайные кусты, которые обрабатываются пестицидами и удобряются, и машинами собираются, а потом втюхиваются. Если чё, правда, что ли? Если правда, дайте знать в комменты. Я хоть буду просвещен на Иббанский сад. Так и создаются таинственный чай загадочный, только недавно открывшийся иностранцам страны Непал. И они как бы говорят «Welcome to hell». Сделан в сентябре 2019 года, до сентября 2022 года бы жил. Непальский чайный чай крупно-листовой байховый, без добавок. Она любит чёрный крупно-листовой. Я терпеть не могу чёрный крупно-листовой, но мне понравился слойник. И, в принципе, чай был довольно вкусный. Думаю, это можно сжечь. А это можно на переработку. А он уже ничем не пахнет. Морис. Чего у меня тут? О, этот кофе давно ждал своего часа. 27 августа 2018 года он создан. Тут 75 грамм. Это производит большое село. Ярославская область. Недалеко между мной, между Угличем и этим самым Яриком. Сенатор Бористо. Растворимый, кофе растворимый, сублимированный с добавлением кофе с жареного молота. Сенатор Бористо. Знаете, такое ощущение, будто собаку грязную помыли или изъяли из неё. Вот, когда воняет псиной, а когда воняет грязной псиной. Вот вкус такой же. Я думала, что у меня что-то такое не то со вкусовыми там рецепторами. Ещё тогда никакой коровы вируса не было. Пришла подружка, любительница кофе. Я ей сделала, она сказала, пить нельзя. Потом я из него пыталась что-то сделать, ну, в косметику, что ли, добавить или что-то. Ещё не помню. Но, короче, как-то в итоге он вот так воняло даже в сухом виде, что я его выкинула. А пакетик оставила, думаю, обозрю. Ещё в прошлом году думала, обозрю и скажу зрителям, не покупайте это говно. Производится с 1961 года. Собрание. Мне, кстати, от собрания как-то шоколадка приходило собрание за какой-то конкурс этого самого на кукпете. Куферастворимый смысл. Дерьмище. Жуткая. Смотрите. По-моему, это первая пустая пакетика с конкретным таким негативом. Масло просто мне не понравилось. А тут вообще вот дно такое. Это что такое? Ой, я эту колбаску покупала на свой ДР девчонкам к столу. В магните увидела внезапно. Мясные продукты, сыровяленые колбасные изделия, охлаждённая колбаса, сухая, суды жуки. О, гызар. И такой дядечка тут седенький. Ну, как-то тут это, блин. О, так у меня ещё тогда был кот Тишка. Алиска ещё тогда не родилась. Только из отборного мяса. Многоразовое закрытие. Но у меня не получилось многоразовое закрытие открыть. Видите, как я её открывала. Тут всего лишь 60 грамм. Чё-то кажется, она стоила тогда 100 рублей по скидке за 60 грамм. Мне так понравилось. Девкам что-то вроде не понравилось. А я так прониклась, а потом ещё раз покупала. Но было сделано 6 ноября 2020 года и до 31 марта этого года бы живо. Состав. Говядина. Жир, сыр, сыр, говяжий, сахар, песок, соль поваренная, пищевая, перец чёрный молотый, перец душистый молотый, семена пожитника, чеснок свежий, вода питьевая. Всё. Прозрачный состав. Если зритель любит мяско, так же, как я, а может сильнее, а может менее сильно, и где-нибудь увидишь вот это, не сомневайся, покупай. Обалденная штука. Такая сероватенькая колбаска сушёненькая. Практически такая же вкусная, как вяленое мясо медведя, что летний ела. Клюква в сахарной будре, зелёная линия, 100% натуральна. Может мне её кто-то дарил. У меня такое ощущение, что мне кто-то из подписчиков дарил клюкву в сахаре. Может быть это она? Потому что я вот у нас не ела зелёную линию. Короче, очень вкусная. Видимо, тут у меня ещё есть то, что мне понравилось. Да, я что-то сюда кидала, то, что мне понравилось из того, что мне дарили. Зелёная линия, 100% натуральна, клюква в сахарной пудре. В прошлом году оставила специально клюкву, хотела сделать в сахарной пудре, даже нашла рецепт. Но как-то я забыла про клюкву, она высохла. В этом году у меня где-то лежит клюква, я немножко её купила. Вот. Я думаю, это тоже можно в сжигаемый мусор отправить. Тут у меня что-то в пакетике. Финские овсяные отруби. Источник пищевых волокон, специальный, по-моему, финское качество. Откровенно говоря, по-моему, это какая-то такая парашка. Вот бывают отруби, вот отруби, да, а бывают парашка. Вот это парашка. Она больше смахивала на овсяные хлопья крупного палмола, которые, вы знаете, измельчаете в этой, в турке, в кофемолке, в кофемолке, ещё в чём-нибудь, чтобы кашку сварить, да, или в тесто фигакнуть. И вот это овсяное хлопье крупного помола. Нифига это не отруби. Покупала я, по-моему, единственный свой заказ делала тогда на Яндекс.Маркете. Фиге! Пагетики оно, потому что, ну, чтоб ничего оттуда не высыпалось. или, допустим, если моль вдруг заведётся. Ну, моль не завелась, но вот здесь вот видно. Я думаю, на камеру должно будет видно. Там очень крупные такие кусочки. Не отруби, это ни разу. Но его же можно разбивать. И без камеры показать. Точнее, без пакетика на камеру показать. 500 грамм Парашка. Пусть потом пойдут тоже на ссоржание. Так, кицы. Может, мне этот пакет уделать? У меня тогда останется ещё один пакет на следующий ролик. Очень я люблю с чаем пить. Аральги. Сахар. В общем, пальмовый сахар. Есть сахар кокосовый пальмы, в самом начале ролика был. А это пальмовый сахар. Сахарной пальмы. И сока сахарной пальмы. Можно на Вайберис купить. Можно на Зон. Тут 454 грамма. Пальмовый сахар. Обычно тут 8 таких, как бы, пряничков. Вкусненький. С чаем. Ну, как бы, мне обычно попадался такой твёрденький, его грызть надо было. А один раз попался такой мягонький. Его можно практически было... Ну, ещё чуть-чуть и можно было бы разломить. Кошка больно громко ходит в туалет, блин. Соевые бобы. Здоровка. Вес. Нет, 100-350 грамм. Покупала на Зон, чтобы сделать соевое молоко. Дела, по-моему, раза в два или три. Здоровка. Соевые бобы можно использовать в качестве гарнира, добавлять субы, проращивать, пророщенные зёрна добавлять в салат, использовать для приготовления соевого молока. Я пыталась сварить соевые бобы, ну, в смысле, я варила соевые бобы, но что-то я ими не прониклась, чисто соевые бобы варёные. А вот соевое молоко мне очень понравилось. Я даже делала какой-то паштет потом из жмыха соевого молока. И даже его как-то что-то... Как-то ела, вкусно было. А потом я сделала ещё раз, забыла про него, он умер. Ну, хорошая, в общем, соевая бобы. Почём-то, это не помню. У-ть-ть-ть-ву. То, что мне, по моему выбору, прислалось на обзор примерно год назад от магазина Майиндзя. Специи. Менна-специи. Тибетские специи. По-русски ни черта. Сто грамм тут было. Вкусные очень специи. Я такие чуть нигде не видела. А на этом самом у них... Правда, они, знаете, на обзор присылают то, у чего до срока годности оставалось где-то месяцев пять. Ну, я считаю, что это как-то неуважительно. К тому же, ну, как бы, не будем мы говорить о том, что они вообще как-то не очень хорошо со мной поступили в итоге. Я-то свою часть сделки выполнила, а они-то не совсем. Но специи были хорошие, хоть и с вкусным сроком годности. Так, плейлист Майинди, если кому интересно, там на канале есть, гляньте, там два ролика всего лишь. Один про Кайлаж, другой про магазин. Молочный, пуристый Шигалат Спартак. Вкусненький внезапно. Хотя вот сейчас глянем, было ли там пальмовое масло. И внезапно даже состав хороший, без пальмового масла. Так что, зритель, если вдруг увидишь вот такой шоколад, не сомневайся, покупай. Это что такое? Добрый удой. Цельное молоко. 25% жирности, 400 грамм. Я такое же покупала ещё обезжиренное. Кошка с котёнком бесится. Ну, с игрушечкой ивановской. И у меня было 400 грамм и 250 грамм. Очень хорошее молоко. Первый раз я, правда, не прониклась, потому что у меня на тот момент ещё не было китвардовского блендера, благодаря которому можно делать и сухое молоко. Мокрое. Венчиком оно не всё растворяло. И ложкой мешать тоже. Но потом я поняла, хорошее очень молоко такое. Вкусное. И вообще, его довольно бюджетно можно купить по 111-114-135 максимум на Вайбере за 400 грамм. Поветую любителям сухого молока. Цикорий, который мне очень нравится. Фитолайн. Цикорий. Натуральный растворимый. Повышает тонус. Природный пребиотик. Нормализует вес. Укрепляет здоровье. 125 чашек 250 грамм. Я такой пакетик покупала что-то в пределах 70 рублей. Ну, может, 100, хрен знает. Ну, как-то довольно бюджетно в Светофоре. Я вообще сегодня туда собиралась, но в итоге поняла, что лучше завтра ехать. Потому что по темноте там шарахаться на улице не очень. Так, экстракт цикория состав. И если завтра он будет, светофорчики, я себе куплю таких несколько пакетиков. Обычно я покупала, последний раз я покупала 2 или 3 штучки и один брала в деревню. Один был тут. Вот. Хороший цикорий. Даже лучше, чем тот, который я до этого показывала. Мой первый кокосовый сахар. Сахар кокосовой пальмы. Кокосовый сахар. Уфилгуд. Низкий гликемический индекс. Ты чё творишь, коза? Макро-микроэлементы. Карамельный вкус. Май 20-го года. Срок годности 24 месяца. До мая 22-го года он бы дожил, но, к сожалению, закончился. Сколько тут грамм-то вообще? Мне казалось, что 200. Надо найти вообще. Да, 200 грамм. В общем, я сначала купила кокосовый сахар, вот такой маленький пакетичек. Много про него слышала. Вот тут он такой, как бы, слегка прозрачный. Видно, значит, было что-то такое. А потом я прониклась, купила килограммы, потом у меня он закончился, я всё-таки прониклась, поняла, что вот в кашу хорошо добавлять, в тесто хорошо добавлять. Там тесто на блины, на оладьи, тесто вот, чтобы пирожки какие-нибудь, или хлеб сваять. С чаем хорошо, с молоком, если вот горячее молоко, ложечку даже туда положить, во-первых, цвет меняется, и вкус, и вообще вкусный такой интересный напиток получается. Ну, и я потом прониклась и поняла, что надо бы мне всё-таки купить. И дешевле тогда было покупать 900-граммовую коробочку, чем килограммовую другой фирмы или подобной фирмы. Ну, в общем, как бы, это мой первый, кокосовый сахар. Хороший. Я шлюсти. Что у меня тут? Форчони, форкони, хрен его знают. Виноградное масло. Да, форкьони. Виноградное масло торговой марки форкьони. Подходит для салатов, маринадов, соусов, жарки, выпечки. Масло и семян винограда рафинированное. 250 мл. Там шел тогда на Вайтберрис 77 рублей бутылочка и ну, как бы, надо было минимум 2 надо было купить. Поэтому я купила 2 бутылочки, каждая по 77 рублей. 154 рубля, да? 154 рубля за пол-литра виноградного масла. Хорошее виноградное масло. Вот я на Азон купила. Сначала мне вроде как понравилось. Вчера им замасывала один салат. Я поняла, что такое ощущение, что может наверху было виноградное масло, а дальше какая-то бодня, как будто. Или будто виноградное масло с не очень качественным подсолнечным смешали. В общем, не то день и ночь. Тут хорошее масло. Причём, как бы у него был куц и срок годности. У него там 3 месяца было до конца срока годности, но оно мне довольно быстро ушло. В принципе, ушло за эти 3 месяца. Поэтому была эскидка. А так, по-моему, ну, приличненько стоит. Хорошее масло. Если тебя жаба не душит, зрители, ты любишь виноградное масло и ищешь себе что-нибудь такое новое. Вот. Советую. Чего у меня тут? Ой, Якан. Зритель, это такая прелесть, Якан. Опять же, как вот этот вот пакетик с чаем, если ты вдруг однажды будешь в Японии, и тебе хочется сказать, Лёля, спасибо тебе за твои ролики, и там благодаря тебе я про чё-то узнал, сэкономил на чём-то, или ещё что-то. Я решил тебя благодарить тем, что задарю тебе Йокан. А если ты ещё ни разу не пробовал Йокан, попробуй Йокан, это обалденная штука. Ну, вообще, это как бы традиционные японские сладости, как мне сказал приятель, не все их котируют в Японии даже. Только такие, наверное, извращенцы, как я, но мне очень нравятся. Последний раз вот я просила как раз чайку и Йоканчику. Там ещё коробочка Йоканчика. Ёшкин кот. Ещё коробочка Йоканчика. У меня чё-то было, сколько-то там их, два или, ну, сколько-то, три или четыре, сколько-то было Йоканчиков. Там есть обзор на канале этой посылочки с Японии, которая три месяца ползла по морю от Японии до России. За два месяца до ползла ещё месяц по России от Владивостока до Углича ползла пешком, наверное. Шаг назад, шаг вперёд, два назад, три в сторону. Не иначе, вот так вот, кругами. И, короче, и там всё, сейчас ещё одна пустая коробочка, вот и всё. Наверное, ролик будет начаться где-нибудь. У меня там было несколько Йоканчиков. Один Йоканчик я заныкала, молилась на него и долго-долго его не ела. Однажды мне было что-то хреново, грустно, скучно некому пендредать. Я открыла Йоканчик и захомячила. Он, кстати, калорийный. Так, трапа Грозон де Фреза с вишенкой. Вот не знаю, мне кажется, мне её тоже кто-то присылал из зрителей. Но потом я где-то такие тоже видела. Короче, очень вкусная, хорошая шоколадка. Мне понравилось. Хочется сказать спасибо, но я не помню кому. Но вы мне в комментарии напишите, ты, блин, беспамятная, Лёля, это я тебе дарила. Ты беспамятная, нахрен. Короче, вот такой у меня обзор был пакетиков жратвы. Там ещё один большой пакетик. И я какие-то вещи хотела сейчас обозреть, которые ещё как бы с едой, ну, как бы ещё не закончились. Там пара масел есть, но мне сейчас за ними как-то лениво идти, потом у меня камера уже чуть-чуть ещё и разрядится. Я тут, наверное, уже и так на час лишним договорила, поэтому это будет следующий ролик. Я постараюсь его до конца года записать. У меня хоть на один пакет мусора перерабатывал, но стало меньше. Если я ещё и тот обозрю, то я смогу туда убрать какие-то вещи в этот шкаф, потому что сейчас это у меня в шкафу лежало. Всем пока!